244 миллиона человек оставили родную страну и переехали на новое место в 2015 году. В числе европейских лидеров по эмиграции и утечке мозгов за рубеж оказалась Армения. По данным глобального партнерства в области знаний об эмиграции и развитии, в 2016 году более 26% населения Армении проживало за границей. Для сравнения, у Азербайджана этот показатель 13,7, у России 7,6. Но если принять во внимание численность населения этих стран, то окажется, что вне страны живут менее 800 тысяч армян и почти 11 миллионов россиян. Согласно исследованию Международной организации миграции, главная причина, по которой уезжают из своих стран уроженцы Восточной Европы и Центральной Азии, безработица. Однако для выходцев Северного Кавказа нередко решающим фактором становится преследование за веру. Решение о переезде я принял в 2013 году, когда давление на мою организацию достигло всяких максимальных пределов. Проводились постоянные обыски, изъятия литературы, аресты, задержания. Моего имама убили в 2010 году. Возбудили несколько дел производственных. Мы прошли все судебные инстанции от городского, регионального до Верховного суда по обвинению организации в экстремизме. И, как бы, в конечном итоге, я принял решение покинуть Россию. Северного Кавказа Мы приняли инстанции. Северное Диаи, что я принял по метеaren. Пошли против себя. И, как мы не хотим про это изучить. Мы привыкли, мы не хотим обсудить это, что я не хотим. У меня очень актуальны, и как люди, что я не хотела, что я приехала в США, чтобы я не хотел разобрать. Просто я не хотел общаться где-то поэтому не хотелось. Поэтому я в вашем неоправедности, когда в занятии, то из-за того, что, что я хотел приехать в Германии, не хотелось бы. то ответ будет неоднозначен, потому что, думаю, и причин, естественно, много, но главная причина, наверное, кроется все-таки в обществе, в котором я жила, потому что быть молодым в Азербайджане – это быть человеком без будущего, что в социальном, что в культурном, что в любом плане. И вся эта скованность, если человек думает, то вся эта скованность, правда, чувствуется. Я вижу свое будущее в Турции, расти детей, работать. Мне здесь очень нравится, все устраивает. Абсолютно никакого давления ни на религиозные организации, ни на течение. Детям очень нравится. Моя семья устроилась уже, ну, практически там, ассимилировалась, если можно так назвать. Все хорошо говорят на турецком, учатся, всем все нравится. Я была английским в одном из университетов в Германии. Это был, наверное, для меня очень интересный, и, конечно, я буду к этому стремиться. Я не могу понять, что я не знал, что я не знаю, как я знаю, что я знаю. Мне не нравится, а что я знаю, что я знаю. Я не хочу, чтобы я не задаваться этим вопросом, потому что я думаю, что... Я считаю, что у меня там в будущем нет, должны происходить какие-то изменения, но я все-таки считаю, что эти изменения наше поколение уже не останутся. В любом случае, Россия моя родина, я люблю эту страну. В родной город, в Карачаево-Черкесию, туда на самом деле тянет. Для того, чтобы я захотел вернуться туда, наверное, должен перевернуться этот режим. Пока у руля этого государства стоит эта система, обратной дороги нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok